Мы приветствуем Эльвиру. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам своё биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду, значит, риск. Она начинает сканировать пространство над головой Эльвиры под ногами. Мы закончили с проверкой. Давай вызовем куратора Эльвиры. Мы приглашаем куратора Эльвиры в нашу комнату диагностики. Здесь кураторы. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Эльвиры. Представьтесь, пожалуйста. Зельда. Зельда. Мой знакомый. Приветствую вас, уважаемая Зельда. Мы сегодня дошли до следующей ступени, когда Эльвира захотела познакомиться со своим Высшим Я и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезны сопроводить нас? Я хотел спросить, будет ли у вас такое желание? Как учитель, мне приятно будет находиться рядом с Высшим Я. Это даёт определённые энергии, которые помогут Эльвире в развитии. Хорошо, Верочка. Давай, бери тогда Эльвиру в свои крылья и вместе с учителем Зельды и со мной на счёт 3 поднимаемся на 12 уровень Высшего Я, Эльвира. 1, 2, 3. Пошёл, подъём. Снимается все маски и голограммы. Всё вокруг пристаётся гласно своему эфирному коду ДНК. И я обращаюсь к Высшему Я, Эльвире, и прошу её выйти к нам. Женщина вышла. Приветствую вас, мои дорогие. Снимается все маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде. Мы приветствуем вас, дорогой Высшее Я, Эльвире. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом с нами находится учитель Зельда и ваша частичка. Она написала 10 вопросов, Эльвира, и с просьбой к Высшему Я ответить на эти вопросы. Будете ли вы, уважаемая Высшее Я, Эльвире, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Ответили ли вы на эти вопросы? Умани. Умани? Да. Умани. Благодарю вас. Уважаемая Умани, 10 вопросов от вашей частички. Прекрасно, очень интересно, что за вопросы планета Земля принесла. Хорошо, начинаем с первого вопроса. Итак, каково мое призвание в этом воплощении? За приобретением какого опыта я была направлена на Землю? Ох, какая хитрая. Все тебе возьми и расскажи. А самой подумать, поискать, посмотреть, проанализировать ошибки. Не понять, что они повторяются из раза в раз. Как вы это говорите? Наступаю на одни и те же грабли. Так и есть. Так и есть. Хороший пример. Хорошо, Эльвира. Это тоже ответ. Нет, никто вам карты не разложит. Вы должны сами найти причину, за каким опытом вы пришли на Землю. Единственное, что мы можем добавить от себя, это мы знаем, что вы пришли по своему собственному желанию. Прошу поправить, уважаемая Умани. Здесь нечего поправлять. Прошу поправлять. Благодарю вас. Я лишь хочу добавить. На Земле столько пороков и желаний, чувств и наслаждений. Что вас там делает такими несчастными? Только вы сами. Это маленькое отступление. Благодарю вас. Ты можешь продолжать. Благодарю вас. Второй вопрос. Как мне избавиться от чрезмерной боязни причинить кому-то обиду, навредить своим словом и действиями? Прорабатывать. А главное понять причину и результат. Я объясню. Этим состоянием ты вырабатываешь определенные вибрации, которые отталкивают и заставляют человека принимать эти вибрации. Этим он генерирует свои эмоции, как обиду по пустяку. Тебе нужно проработать это себе и создавать вибрации любви и покоя, гармонии, а не страха. Создавая вибрации страха кого-то обидеть, ты отпускаешь их. Соответственно, человек принимает их и обижается. Время мы доступными словами постаралась объяснить. Если непонятно, переспросите. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Не уверена, что вы поняли. Я понял. Отвердите. Я понял. Хотела добавить, что вопрос был в самой Эльвире. Да. Страх обидеть кого-то. Именно эти вибрации ты посылаешь. Именно поэтому ты обижаешь. Ты уже настроена на это. То есть она посылает энергии страха, я правильно понимаю? Нет. Хорошо. Энергия страха в ней внутри. Я понимаю. Что воспринимает человек, который с ней общается? Ее контрагент. Как он это воспринимает? Потому что ауру соприкасается уже на расстоянии. Можно без слова общаться. Он принимает отторжение. Он воспринимает это как... Обиду. Обиду. Именно то, что она боится. Увидеть в другом человеке. Ой, ну это действительно, конечно. Здесь все понятно. Сейчас вы объяснили. Благодарю вас, уважаемая Умани. Я могу продолжать со следующим вопросом, если мы здесь закончили. Продолжай. Почему при всей загруженности и нужности другим чувствуешь свою бесполезность здесь и сейчас? Не несет радости, дело, которым ты занимаешься. Внутренней радости не несет. И связанное слово... Не несет ответственность. Но не удовлетворение. Удовлетворение как радость. Как радость, в форме радости, конечно. В форме энергии это место пусто. Понятно, рутина убрала всю радость. Значит, надо что-то изменить. Пересмотри то, чем ты занимаешься. Иначе пустота заполнится болезнью. Закон пустоты. Согласен. Знаю этот закон. Долго пустое место не бывает. Обязательно заполнится этими энергиями. Благодарю вас, уважаемая Умань. Я могу переходить к следующим вопросам. Переходи. Какие прошлые ошибки я должна исправить в этом воплощении? Есть ошибки. Но я бы не хотела их касаться. Ты не готова пока принимать это. Тебе нужно зажечь изнутри твою радость и гармонию. Только тогда ты сможешь получить определенную информацию и другое окружение вокруг себя. Пустое гармонии, пустое гармонии, он нелегок в плане выбора. Трудно оставить рутину и выбрать гармонию. Еще раз говорю, не сам путь. Труден. Труден выбор. Я оставлю этот вопрос как есть. Благодарю вас. Пятый вопрос. Сколько и какие кармические узлы я уже прошла? Обычно мы спрашиваем, сколько узлов было и сколько осталось. Но это она так сформулировала этот вопрос. Три кармических узла прошла. Какие? Ты знаешь сама. А сколько осталось? Прочитай вопрос. Вопрос. Сколько и какие кармические узлы я уже прошла? Три прошла. Вы ответили на вопрос. Она не спросила, сколько кармических узлов было. Сколько осталось? Соответственно, Эльвира получила ответ. Три узла прошла. Благодарю вас, уважаемая высшая я, уважаемая Умани. Я перехожу к следующим вопросам. Я лишь могу сказать. Она стоит на пороге кармического узла. Ей нужно будет сделать выбор. И в зависимости от выбора откроется путь. Следующий вопрос. Я могу переходить? Да. Какой возраст моей души и откуда она? Созвездие лебедь. Тридцать две тысячи. Тридцать две тысячи лет. Как другие учителя говорят, относительно молодая душа. Благодарю вас, уважаемая Умани. Я перехожу к следующему вопросу. Где преимущественно я воплощалась? Наиболее любимые планеты или места? Я хочу поправить тебя. Пожалуйста. По обеспечению молодых душ. Хорошо. Добавить. Пожалуйста. Ты прав. Относительно молодые души. Но в них заложен опыт экспериментов и знаний. Это не первые души, которые были... Первородные. Вы имеете в виду? Сделаны. Нет. После первородных душ. Хорошо. Это не те души, которые были заложены тысячи лет назад. После них были другие попытки. И еще, и еще. Души, как моя, относительно молодые. Но они заложены со знаниями, информацией. Поэтому нам проще продвигаться. Мы более гибкие. Благодарю вас за это объяснение, уважаемая Ума. Мне об этом я действительно не знал. Это для и для меня новая информация. Благодарю вас за это пояснение. Продолжай. Хорошо. Итак, ее вопрос. Где преимущественно я воплощалась в наиболее любимые планеты или места? Где вы преимущественно воплощались, уважаемая Умани? Мы же говорим о вас. Нельзя об этом забывать. Мне нравится Земля. Но больше всего я воплощаюсь, как это объяснить, в космическом мире. На разных объектах. Но они более понятны. Земля – это колыбель. Вы правильно ее так называете. Скажите, уважаемая Умани, чем ценен опыт земной? Чувствами. Нету разве других чувств, скажем, на Марсе или на Арктуре или на Плеядах? Такого нет, да? Там все понятно. На Земле все смешано. Да, у нас здесь очень разные души и по развитию, и из разных миров. Но этот опыт, действительно, все говорят, это уникальный опыт. На других планетах присутствует телепатическое общение. И сразу все понятно. И это так и есть. На Земле человек может говорить одно, думать другое, третье делать. И все это сопряжено чувствами. Это ужасное чувство. Я вам честно скажу, живя на Земле, когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье. Это приводит к таким ужасным конфликтам у нас на Земле, которые воины называются всегда, да? Иногда это приводит к светлым чувствам. Все-таки это какая-то, какого-то рода бытовая дискуссия. Бытовые ситуации, в семье и работе, соседи и друзья. Намешано все, как я уже и сказала. Космическим душам очень интересен этот опыт. Благодарю вас. Благодарю вас за это пояснение. Все понятно. Если вы закончили. Да. Восьмой вопрос. Почему я выбрала в этом воплощении программу без детей и семьи? Слишком много потерь. Это не совсем так. Ты выбрала это уже на Земле. Было несколько вариантов развития. Ты выбрала такой. Почему? Потому что не рассчитала время на Земле. Его течение. Это не значит, что ты выбрала неправильный путь. Это значит, что ты прорабатываешь внутри себя другой опыт. Исчерпывающий ответ. Благодарю вас. Нечего даже добавить и спросить. Нечего. Все понятно. Если вы позволите. Девятый вопрос. Продолжай. Как и где найти свою сферу деятельности, работу, от которой бы получала удовлетворение и было бы чувство, что я на своем месте? Мне кажется, вы уже отвечали на этот вопрос сегодня. Я лишь добавлю, что надо искать. Искать внутри себя. Определиться, что нравится. Задействовать другие ресурсы. И иметь немного смелости. Сделать шаг. И не думать, что о тебе будут говорить другие. И я уже сказала, ты стоишь перед кармическим узлом. Как ты его распутаешь? Какое ты решение примешь? От этого будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. Я от себя хочу два слова добавить Эльвире. Эльвира, я когда-то стоял сам на этом месте. В плане того, что я не знал. Я задал сам себе вопрос, какая работа сделала бы меня счастливым. Вот именно небогатым, именно счастливым. И пришло куча вариантов. Я вам рекомендую попробовать этот вариант в глубине своего сердца или души. Вы должны знать, что он доставляет наибольшую радость. И если работа дает отдачу в виде положительных эмоций, то вы все правильно сделали. Я лишь хочу добавить и гармонию. И гармонию, конечно. Обязательно. Радость и гармония. Это и есть, когда радость, это и есть гармония. Это два слова-синонима. Я бы их так сложил. Хотя есть, конечно, и негативный аспект этого вопроса. Все равно, все понятно. Благодарю вас, уважаемая Умани. И у нас остался последний вопрос, десятый. Если вы позволите. Пожалуйста. Что я должна знать сейчас, чтобы более продуктивно проходить свою программу? Прошу дать совет. Самое главное, что у тебя внутри пустота, незаполненная радостью. И тебе негде ее взять. Ты закрылась в артине. Пораздвигай возможности, расширяй границы. Не думай, что скажут о тебе другие. Обрати внимание на гуманитарные и артистические направления. Сделай что-то, что ты давно мечтала, но откладывала. Музыка, рисование, танцы. Послушай, что приятно твоей душе. Это будет первый шаг. Какой замечательный ответ. Благодарю вас, Умани. От вас прям идет вот эта мудрость глубокая. Очень приятно с вами общаться и получать эту информацию. Вы знаете свою частичку лучше, чем все остальные. Я полагаю, вы даете совет сейчас практически сама себе. Свои частички для того, чтобы она прошла этот путь. И это прям аж задевает на эмоциональном плане. Благодарю вас сердечно за эту информацию. Мы закончили с вопросами. Если у вас есть какое-то желание, что-то лично сейчас передать Эльвире, это был бы самый лучший момент. Я лишь хочу напомнить, что очень важна гармония. Что бы ты ни делала, что бы ты ни говорила, внутри должна быть гармония. Тогда она будет исходить от тебя и вибрировать. Объясните, вы можете дефинировать слово гармония? Это определенная чистота? Это чистота знающей души. Чистота, которая дает силу знания внутри тебя. Знания того, что ты делаешь. Знания себя, гибкость, умение выслушать и принять правильное решение. Сила чувствуется, но без гармонии она не существует. Уважаемая Эльвира, вы сейчас услышали слова вашего Высшего Я. Высшей инстанции уже просто нет. Я думаю, здесь все понятно. Больше добавить нечего. Уважаемая Умани, у нас есть очень добрая традиция. Каждому Высшему Я, каждому Куратору, каждому Учителю, а у нас мы встречались практически с очень многими в нашей галактике, мы всегда преподносим один подарок, который все цивилизации, ангельские, мира и так далее с удовольствием принимают, даже первородные души. Верочка, и в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. И мы хотим вам преподнести этот подарок в знак благодарности за эту встречу, за ваши ответы, за то, что вы помогли сегодня Эльвире и ответили на ее вопросы, будете ли вы так любезны принять это. Это замечательный подарок. Благодарю Вас. Очень приятный и своевременный. Вот эти эмоции мы и хотели увидеть, прочувствовать. Благодарю за то, что вы посетили меня. Благодарим и мы Вас, уважаемая Умани. Я не говорю прощайте, возможно, встретимся. Желаю вам высоких вибраций, чистых энергий и высоких вибраций. Примите нашу благодарность на этом месте и наилучшие пожелания. До новых встреч. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. И бери Эльвиру в свои крылья. И вместе с учителем Зельдой, Эльвирой и мной, возвращаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Полетели. Мы на месте. Хорошо. Уважаемая Зельда, как вам наша встреча сегодняшняя? Хотели добавить что-то? Я лишь хочу сказать, что Эльвира сделала следующий шаг. И это приятно мне как учителю. Конечно. Безусловно. Каждый учитель радуется, когда его ученик продвигается вперед. И это вы и хотели сейчас сказать. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка для Зельды. Один, два, три. С самыми вкусными ягодами на земле. И упаковкой шоколада. Один, два, три. Швейцарского. И прошу принять, уважаемую Зельду, этот подарок скромный. За ее помощь благодарим и время. Благодарю за эти подарки. Я лишь хочу показать. Пожалуйста. Эльвири. Ту пустоту, про которую говорила Высшая Я. Ты можешь представить ее как формиромба. Нет, вытянутый кристалл, но пустой. Там внутри пусто, но сплетен он по краям из энергии и гармонии бирюзового цвета. Это внутри тебя, и заполнить его должна ты. Меняя сознание и обращая внимание на знаки. Прослушивая слова своего Высшего Я. Не устанавливая поиск. Хороший совет. Благодарю вас. Скажите, уважаемая Зельда, какая существует опасность, если этот кристалл вытянутый, эта пустота в нем не будет заполнена позитивными энергиями? Будет ли она заполнена негативными? Я бы не хотела называть это кристаллом, но лучшая форма, которую Вы можете представить, это протолговатый, закругленный по бокам сосуд, похожий на кристалл. Выше я сказала про закон пустоты. Пустота заполняется чем-то. Заполненное место не может заполниться, пока ты не очистишь для чего-то нового. Но когда появляется пустота, она заполняется негативными эмоциями, вливается в болезнь. Благодарю Вас, уважаемая Зельда, за эту замечательную встречу в очередной раз. Благодарю Вас. Примите нашу искреннюю энергию благодарности за Ваши слова, за то, что Вы помогли своей подопечной ответить на ее вопросы, разъяснить ей, в каком направлении ей дальше работать. И я очень надеюсь, что следующая маленькая победа уже не за горами. До новых встреч. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично. Хорошо, Эльвира. Вы пообщались с Высшим Я, со своим куратором. Вам все понятно? Много информации. Конечно. Очень приятно. Благодарю за эту встречу. Вам надо проработать, прослушайте несколько раз, и Вы услышите между словами спрятанные секреты, которые для Вас там были заложены Вашим Высшим Я. В общем, перед Вами стоит очень интересная работа. И мы желаем Вам всего наилучшего. Прислушивайтесь к своим кураторам, Высшему Я, к своему внутреннему чувству, и заполняйте свой внутренний кристалл. Будем возвращать Вас назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Эльвиры в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готова. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин